Не падайте со стула, озвучена причина смерти Куравлёва. Легендарный артист отошёл в лучший мир после тяжёлой болезни и последний днём провёл в хосписе, страдая сразу от нескольких тяжёлых болезней. В воскресенье 30 января Первый канал сообщил о смерти легендарного актёра Леонида Куравлёва. Народный артист РСФСР скончался на 86-м году жизни после длительной болезни. Последние дни Леонид Вячеславович провёл в хосписе, куда его отвезли дети. Выдающийся актёр, мастер импровизации, человек невероятной харизмы. В каждой роли Куравлёв был ярким и неповторимым. Леониду Вячеславовичу было 85 лет. Сын слесаря и парикмахера, искромётные перлы, он выдавал прямо на съёмочной площадке, импровизируя. Играючи при этом в жизни Куравлёв антипод своих героев, сдержан и серьёзно, и говорится в сообщении Первого канала. Причиной смерти названы последствия ковид. В самом начале этого года Леонид Вячеславович подхватил китайскую заразу и оказался в коммунарке. У него началось воспаление лёгких. Однако коронавирус был не единственной болезнью, беспокоившей Куравлёва в последнее время. Так, в ходе последнего осмотра врачи выявили у него деменцию смешанного типа, а также так называемую цереброваскулярную болезнь. Она означает повреждение сосудов головного мозга, при которой нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода. Этот букет и добил легендарного артиста. Стоит отметить, что ещё до обострения болячек Леонид Вячеславович практически перестал выходить из дома и выбрал удел затворника. Он так и не смог пережить уход супруги Нины, которая скончалась в 2012 году. У дати и времени похорон Куравлёва пока не сообщается, однако, по всей видимости, он будет захоронен на Троекуровском кладбище рядом с женой. По словам сына и дочери, в последние годы Леонид Куравлёв вёл затворнический образ жизни. Он редко выходил на улицу, практически ни с кем не общался и очень горевал по скончавшейся в 2012 году супруге Нине, вместе с которой он прожил более 50 лет. Нина Васильевна похоронена на Троекуровском кладбище, на её надгробии выбито имя из самого актёра. Зрители по сей день любят пересматривать популярнейшие советские фильмы, в которых снимался Леонид Вячеславович, на фоне Иван Васильевич меняет профессию, ВИЙ, Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза и десятки других прекрасных работ. Продолжение следует...